Электрический вид транспорта сегодня в Кривом Роге самый дешёвый, потому многие пассажиры с удовольствием им пользуются. Но поймать рогатого на улицах города не так и просто, особенно в обеденное время. На самых крупных остановках установили электронное табло, по которым ориентируется горожане ждать им маршрутку или троллейбус. Но не всегда на табло правильная информация. Иногда её и вообще нет. Вот пример за минуту до прибытия троллейбуса. А вот и приехал троллейбус. На табло уже светится информация о нём. Из-за того, что табло не показывало информацию, многие пассажиры выбрали более дорогой транспорт. В коммунальном предприятии говорят, несмотря на то, что закупили электронное табло год назад, система требует постоянной настройки. Бывают программные сбои внутри табло и программные сбои по обеспечению связи, то есть троллейбус-табло. Тогда приходится связываться с программистами, которые нам писали это правильное обеспечение, и просить, чтобы они искали эти ошибки. Начинают троллейбусы отображаться на табло во время выезда с конечной. Дальше программа просчитывает время прибытия транспорта на каждую остановку, исходя из скорости и расстояния. Когда троллейбус сломался, его убирают из программы только в том случае, если поломка серьёзная. Если дело 10-15 минут, то на табло следующих остановок он продолжает светиться. Иногда бывает и так, что маршруты, которые дублируют друг друга на большом отрезке дороги, едут в одно и то же время. Считается, что строго каждую 21 минуту должна подъехать восьмёрка. Но при этом маршрут номер 8 на большом расстоянии от площади освобождения аж до юбилейной, он дублируется новым маршрутом номер 23, как бы троллейбусом. Там интервал 26 минут. Опять-таки, приоритетностью считается интервал. В какой-то момент времени получают, что восьмёрка и 23 оказываются вместе. В городском троллейбусе говорят, при составлении графиков ориентируются на начало и окончание смен на ГОКах и заводах. На балансе у коммунального предприятия 25 троллейбусных маршрутов и один автобусный. Все графики составляет один человек. Пересматривают расписание маршрутов раз в три месяца. Измеряют пассажиропоток, учитывают пожелания профкомов городских предприятий. По словам инженера по разработке расписаний, менять графики не приходится. 23 разгружают у нас с города до Раковатой, а восьмёрка у нас разгружается с города до КЦРЗ. С КЦРЗ свои люди едут. Вот смотрите, на 8 часов с КЦРЗ едут на освобождение. И на 8 часов едут с Раковатой на город. Там они, если сделать сильно большой интервал, кто-то не попадёт на 8 часов на работу. Всего коммунальное предприятие потратило на электронные табло и GPS-трекеры почти миллион гривен. Больше чем полгода назад на директора городского троллейбуса Александра Приходько прокуратура открыла уголовное производство. Его обвиняют в превышении служебных полномочий и нерациональной растрате бюджетных денег. Вероника Лавриненко, Максим Пономарёв, Первый городской.